Всем здравствуйте, как меня слышно? Итак, сегодня у нас пятница, да? Пятница сегодня? Когда занимаешься подобными делами, как трейдинг, да, и вообще, ну, скажем так, не работаешь повседневно, иногда путаются дни, ну, лично у меня иногда даже вообще не понимаю, какой день, иногда воскресенье, вторник, можно не отличить. Вот, ну, имею в виду до открытия время. Хорошо, да, то есть у нас сегодня пятница, последний день недели рабочей, у нас сегодня продолжается, естественно, да, отчетный период. И пока не всем он нравится, но проскакивает ситуация на самом деле, да, то есть вечерние моменты по типу BTU вчерашнего, да, то есть это был хороший момент. Единственное, что, ну, это очень был важный момент, на самом деле, тут можно было получить позицию вот в этом вот моменте, имеется в виду про Optic.ru. Проблема была другая, да, то есть непонятно было, то есть мы ударимся в 61, потом либо пробьем вот этот вот момент, да. То есть, ну, нельзя сказать вот 100%, вот, что стоп нужно, например, было здесь ставить. Он просился, но просился сквиз, да, то есть согласитесь, то есть какой-то сквиз, который должен был произойти, он произошел. Ну, так случилось, что он маленький произошел, да, и поэтому такой вот момент получился, после чего позицию можно было добрать только вот тут, вот, да, по-хорошему, ну, может, вот в этом еще моменте, вот здесь, да, и то есть, ну, тут вот точно вы получите, а потом уже, да, уже одно дело здесь получить, другое здесь получить. Поэтому и я говорю о таких моментах, да, допустим, утром, либо после обеда. А на самом деле BTU еще тот стак, вот мы видим, как он вчера себя вел, он и в день отчета не очень себя вел, да, это реальные сквизы, то есть это не какие-то фейки. Вот, и иногда, например, наличие позиции где-то тут, да, и потом, когда такая вот линия, вы переживете этот сквиз, потому что у вас средняя ваша будет хорошая, да, поэтому вот эта важность средняя, она архи просто имеет огромное значение. Вопрос того рынка, да, когда действительно все идет, вот таких вариантов просто будет 5, из которых там вот 2-3 вас будет выбивать, 1-2 вы будете высиживать, да, ну, хотя бы половину от этого, и это все будет перекрывать. Вот признак хорошего маркета, когда таких ситуаций много. много, хорошего отчетного периода, хорошего какого-то отрезка. Вот, и есть определенные сложности, да, с этим, то, что таких ситуаций не очень много. Пока что, да, то есть 7 февраля еще целых, сколько у нас, 3 недели, да, будет. Да и в марте там вначале я уже посмотрел на марк, там вот, а что-то, кстати, неплохие. Вот, и поэтому есть определенные трудности, да, с количеством хороших стаков, то есть можно перечислять то, что Орло был, KLX, местами там у нас USAT, даже не местами очень, был хороший момент вот этот вот, да, но вот те отчетные периоды, которые, скажем так, очень были хорошие, я там вот мог этот список продолжать очень долго и нудно. Сейчас такого нет, но это не значит, что от этого стоит расстраиваться. Какой очень важный нюанс. С первых минут, с самых первых минут сейчас очень немного идут ситуации. Соответственно, OPG сейчас, хороший OPG имеется в виду, который выстреливает, ну, они есть, но их просто безумно мало, соответственно, мы не можем на них ориентироваться. Да, то есть есть знаменитый вопрос, а когда отправлять, когда не отправлять. То есть, ну, во-первых, я скажу, во-вторых, вы поймете, когда эти моменты проскакивают. То есть должно участиться количество. Да, то есть я вспоминаю прошлый отчетный период, год назад, даже не год назад, а, ой, это уже я ухожу, какой-то, сейчас какой год, а, 19 уже, 18. В 17-м году осенний, вот там вот, ну, я не знаю, я просто чуть ли не закрытыми глазами брал порядка 10 акций, просто там технически по 200, в зависимости от цены 400, 200, 400, максимум 600. Просто 10 акций, по сути, у меня практически всегда было на день, и я отправлял, ну, то есть мне так и он позволял, скажем так, сразу же ставить стопы и так далее. И я без проблем понимал, что, ну, великая вероятность, что вот эти вот первые движения я какой-то тоже задел сделаю. Где-то это было 100 долларов, где-то это было 50, а местами проходило 300-400. И когда вы уже в 9.35 имеете такой запас, да, порядка там плюс 400 долларов, то вам намного проще торговать, поверьте, уже там, начиная с 9.40-9.45. Потом ловите ситуацию на повышенный объем, и, в принципе, день можно и заканчивать. Тут такого преимущества не дают, соответственно, нужно, зная эту информацию, как-то перестраиваться. То есть вот эти вот два момента, которые у нас были. Вот Орло позавчера, да, тоже, по сути, на самом деле, он не сразу же здесь пошел. Он в первые минуты тут повыбивал хорошо. Причем он в 9.30 прошел там выше 10, потом в 9.30 он нырнул ниже 5, потом аж 5-10. То есть, по сути, он более-менее как-то стартовал только на 33-й минуте. Вот этот момент, который прошел, да. Вчерашний USIT, да, он вообще сделал это только, ну, по сути, вот. Самая лучшая точка была здесь, вот этот момент и вот тут вот момент. Вот это вот недобитие и невыход к 76 был шикарным моментом для того, чтобы здесь набрать позицию. Вот, но я, допустим, так сделал. Тут был небольшой объем, тут я его очень хорошо развил, поэтому именно этому стаку за вчера очень большое спасибо. Тянул я его до этой цели, до 3.14, но он так до него не дошел. Вот, но главное, что он сделал. Поэтому сейчас вот чуть-чуть время смещается и больше-таки даже про торговки я рекомендую смотреть, да. Все равно, да, то есть, одну-две ситуации, если вы видите утром какую-то быструю по типу RLO, нужно заскакивать. Ну, может так пройти, что там заработаете 30-40 центов даже на 100 шерстов. Тоже будет хороший задел, на самом деле, чтобы какое-то иметь преимущество, да, если вы видите. Так, что у нас опять имею. Какое-то преимущество, да, и потом будет, скажем так, не так переживательно следующие заходы. Так же лонг у нас ситуации, да, проходят, о них тоже не нужно забывать. И, ну, основной постулат будет такой, что не будем сильно спешить, да, то есть, может быть, 2-3-4 ситуации, на которых мы сконцентрируемся, в первые 15 минут 20. Если они не будут ничего давать, то есть, мы на них сделаем ориентир, то потом мы будем уже больше уходить, да, то есть, там, к 10, к началу 11 смотреть. Ну, и там, как на время будет позволять, это без чего-то 11. Без чего-то 11 мы закончим, потому что в 11 у вас уже следующий человек будет. А вот, поэтому давайте просмотрим со вчера и вообще последние 2 дня, стоит ли что-то откладывать. РЛО, не знаю, как насчет сегодня, я думаю, это абсолютно не утренний трейдинг. Конечно, бывает такое, что просто первая свеча потом падает, но я не думаю, что это будет ориентиром. Может быть, потом. Нужен объем. Объем начинает падать, и мы можем даже выйти на лоу, но это не значит, что при пробитии вот этой вот цифры, 3.65, там прям закрутится какая-то канитель, не думаю. А CLX вчерашний и позавчерашний, вчера был хороший момент, я про него вписал, мне удалось здесь собрать всю позицию, и 80% позиции я вышел по 7.51. И это было у дня, по сути, да, и на самом деле я не жалею то, что... Ну, не жалею, понятное дело, сейчас посмотришь по факту, но даже если пробили вниз, я не думаю, что прям его понесли, не было какого-то такого вот объема. Вот была вот эта вот надежда, вот эти вот 47 тысяч, да, чтобы потом ничего не случилось. Можно ли сегодня посмотреть? Я думаю, можно, но не может быть приоритетом. То есть 9.30 такой стак я бы не смотрел. Вот FireA, четкая цифра есть 16. Вот FireA будет нам интересно. Optic Rule, конечно же, может помешать нам взять хорошую цену, и со старта там, ну, OPG точно не надо заходить, потому что он может из 16 вверх погнать 30-40 центов, почему нет? То есть у него есть вот эта вот зона запаса. Поэтому я бы посмотрел. Ну, то есть Short проще, Short пока что ближе. Кстати, вот второй день, да, если будет формировать у нас хорошую зону поддержки, поддержки от 16, ну, не там ровно лучше, повыше там 16, не знаю, 10, 13, 15, то и контр момент может быть кстати. То есть второй день я не против того, что бы вот и сегодня long. Единственное, что, конечно, вас может пугать, что там OPTIC и STOP, может не очень хорошо срабатывать, но надо следить за этим. Triple V. Сегодня еще можно посмотреть. Формировал он вот такие вот зоны. Кстати, со старта практически прошел, но не со старта тут, конечно. 20 пробили, но тут было очень широко на самом деле, очень широко, очень непросто. ADNT. ADNT уже вчера начал возвращать. Колючий сам по себе стак, но он может что-то сделать. Единственное, он плохо закрылся, как для Short, для ланга он непонятен, то есть пока не приоритет, но мы его посмотрим точно, что он там будет делать. HBI на продолжение, только, естественно, нужно смотреть. Не думаю, что какой-то контртренд будет, но первые полчаса очень важны, но это не первые секунды. TRP очень сильно отыграл от этой цифры, 32, ничего. Twitter. Twitter имеем премаркет, но мне кажется, что Twitter уже где-то под вот этот вот момент маркета у нас сейчас подходит, но low мы помним. 331. То есть 3, что-то не сказал другое слово. Twitter и FireEye, да, то есть мы можем. Ее сойти я бы тоже посмотрел. Тут есть очень неприятные 320, я вчера несколько раз наблюдал, как они подходят к этой цифре и уходят. Тут я полностью, не полностью, да, то есть практически все выходил. А потом опять они облюбовали эту цифру, нужно смотреть. Вестио тоже вчера был, но он откатил. Вот момент. Вестио, кстати, круто прошел. Но проблема, что вот тут вот он очень тяжело получить позицию. Очень тяжело, когда он уже идет. Вестио молодец очень. BTU, третий день, не знаю ли. Он утром очень такой парширенький на самом деле. Может, когда он что-то сформирует, да, тогда и будем смотреть. Baby вчера закрылся в low, но нет премаркета, это не good. Тут сам по себе, кстати, не очень плотный стак. Сента. Сента увидел утром, но там был такой спред, что я не рискнул вот эти все вещи зайти. И вообще посмотрите, да, на эти разрывы. То есть, понимаете, что даже на 100 шерст можно там проскальзывание 10 центов минимум получить. Сона не знаю. Ну, тут цифра 10,50, конечно, имеется. CX закрылся в low, но нам нужен премаркет. Ну, тут хотя потенциал небольшой, да, 4,60, 4,50. Ну, и K есть премаркет, но он очень скудненький. Я бы на него не ориентировался. Так, K и J. Раньше даже такие вещи могли очень хорошо идти с первого принта. Сейчас я удивлюсь, скажем так, если он пойдет. И быстренько по отчетам смотрим, да. Ну, не все, конечно, отчеты, потому что особенно авто, market close, вчерашние, очень много их. Вот это наше. Сразу бросается лично мне в глаза стаку EPS, который, помните, я говорил, что если за несколько дней до отчета происходят вот такие вот дни, то великое вероятное, что на отчете он красавцем не будет, но я бы посмотрел. То есть, это акция, которая может, имея такую невысокую цену, и 50 центов сходить. Какой у меня стоп был CLX? появился, я тут вообще его не трогал. Вот, поэтому, когда ты собираешь раньше в аптекруле, когда вот эти вот вещи идут, это, конечно, большой плюс. Но сейчас такой аптекрул, да, тот еще, да, так вот бывает, собираешься в карточный домик какой-то, да, это может длиться полчаса, а потом одна зеленая свечка минутная, и все пошло не так, выходишь в свою цену. Так, из отчетов что? Ну вот, меня вот этот момент вообще не радует, когда я смотрю автомаркет клоуз, когда есть не очень хорошие отчеты, не очень хорошие гайденсы, а мы видим, что даже нет никаких нормальных премаркетов, либо постмаркетов. Ну, BRS уже вчера прошел у нас на объеме. Так, CRB. И можем посмотреть, выписать. Так, сейчас надо следить за временем, потому что мне нужно будет еще 3-5 минут поставить это все. Ну, сразу что может бросаться вам в глаза, да, что со старта будет очень опасно торговать, это маленький, вот такой вот, довольно-таки средний объем. Естественно, он сегодня будет больше, скорее всего, да, но могут быть проблемы на открытии. Ну, и сейчас 50 центов спрят. DBX, DXC, MATL, давайте возьмем, посмотрим, как он себе будет. 14.50, здесь мы находимся. NVIDIA, ну, такой премаркет, как будто не отчет у нее, да, то есть неплохо она стоит, конечно. Иногда такие вещи захожу на премаркете. NVIDIA вчера нам дала отчет. Естерина, да. Не понял. Так. Или у меня была какая-то мимолетная галлюцинация, но я помню, что я видел ее. Я не помню новости, что ее могли перенести. Но такое ощущение, что отчета нет. Странно. С кем я ее спутал? Но я вижу, что нет отчета. Да, это факт. Но вот эта вот троица, да, NVIDIA, AMD, Macro, имеет вот такой вот премаркет. То есть они сейчас вместе и тут, помните, какой там был день, по-моему, понедельник, когда NVIDIA пошла ниже. Если вы пристально следили в тот день, то помните, что там очень непросто эти все вещи торговать. Ну, anyway, идем дальше. QNST. Вот хороший у нас есть премаркет. QNST – это один из самых сейчас лидеров по падению. И его мы можем... Смотри, да, это у нас Software S-Evice, S-800-1000, TR-78. Ну, неплохо. Дальше QR-VO, SGN. Мало очень, это очень мало, несмотря на гэп, это очень мало. Sketchers сегодня у нас выше. Он часто ходил наоборот, всегда ниже. Ну и выше тоже, конечно, были последние годы. Там несколько гэпов ап, вот этот. Но в основном это все были ниже сегодня Sketchers. Выше Sketchers, кстати, не самый лучший вариант для торговли бывает. Начет S-VNA. Потом посмотрим. TDC тоже будет ходить. U-EPS, ну, я про него уже говорил. VCR-Ray. Вот это может быть хороший такой у нас сразу же диссонанс по сравнению с вчерашним днем. Но, опять же, очень мало. Nice, VCR-Ray. Редко попадается на лист, но вот сегодня будем смотреть. И сегодняшний RNSE. Абсолютно непонятно вот это вот открытие. Возможно, да, то есть, ну, что здесь делать. CLF. Выходит выше CLF, посмотрим. Любимая акция у нас Дениса Кати сегодня читалась. Как вы понимаете, да, на 2 цента лучше это все произошло. Ну, не знаю, сейчас я смотреть. То есть для Кати это большой такой разнос. На самом деле, Кати, лично я держу среднесрочно, потому что, ну, там очень много интересных моментов. В частности, вон та вот смена SEO, да. Там очень интересный человек сам по себе пришел. GT. Вот так вот у нас Good Year. Hasbro здесь. Ну, Hasbro абсолютно очень опасно торговать. Сегодня читался PCG, насколько я помню, или была такая вот информация. Или перенесли этот отчет. Но сразу скажу, когда PCG будет отчитываться, там, я думаю, нет смысла его никого смотреть. Ну, и нефтяной стакл PCX, PSX. Немного. То есть, со вчера я вижу Twitter FireRay. FireRay мне больше нравится. И такие, да, моменты, которые потом будем смотреть. UST, VSTO, Baby, K, сегодняшние отчеты, QRB, Mattel, QNST, QRBO, Sketchers, VCRay, CLF. Фильтра нам еще говорят MBOT, но вот этот вот момент. Мало что интересного. SVN мы смотрели. Ну, и остальные все повторяются в ситуации, в основном, которые мы видели. Из больших ребят, ну, NVIDIA у нас сейчас минус 2%, но это немного. А плюсовых вообще практически. Кот наплакал. EA у нас восстанавливается. Ну, вот EA вчера, конечно, со старта, да. Идеальный OPG получился. Так, ну, вот такую вот ситуацию мы видим. Ну, то есть, кто уже, как минимум, 3-4 отчетных периода прожил на американских площадках, да, понимает, что как-то, может, по-другому он видел это, допустим, год назад. Потому что более насыщенный был премаркет ранее. Многие связывают это с тем, что у нас начинает выходить, так вот, по чуть-чуть маркет выше, да, вот эти вот денечки. Да, и это все еще как-то влияет на отчетность, но вот такая вот ситуация у нас есть. Так, делаем небольшой перерыв, я расставляю, сделаем небольшую паузу, потому что мне нужно расставить ROX. Мне, кстати, уведомили, что у меня, оказывается, версия не обновилась, но она у меня работает. Но я думаю, особо никакой разницы нет, если вы мне расскажете потом об этой разнице. Так, видно ROX, нет? Уже так соскучился. Значит, ROX у меня такой, я не знаю, еще раз напомню, ROX я использую для того, чтобы, первый момент, если вот таки он, он наступает, проблемы, чтобы я не провисел там какие-то драгоценные минуты, часы, дни. Но давно такого не было, кстати, поэтому я уже давно с утра именно ROX не использовал. То есть, первый, да, вопрос технический, если одна платформа ложится, то я открываю другую для этого. Второе, на ROX часто даже не нужно локейтать некоторые акции, которые не шортуются, таки они, да, там, платить какие-то деньги. Вот, ну, вопрос шорта, то есть, ROX не самый плохой шортлист стал последний год-полтора. Ну, и какие-то позиционные уже очень сделки, да, там, у которых я готов в членице L1 находиться, иногда ставить овернайт, для этого мне нужен ROX. Вот и все. Вот, ну, поскольку у вас в большинстве своем, да, вы торгуете на этой платформе, я думаю, будут интересны какие-то моменты рассмотреть, да, то есть, я думаю, не случайно выбрал именно такой день, я не вижу сегодня вот со старта прям какие-то мега-моменты, если было их много, я скрипаю сегодня. Мы не встретились, я бы просто торговал на такионе за счет того, что на такионе нужна скорость. ROX не такая скоростная платформа, несмотря на то, что у меня настроены горячие клавиши, таки он намного быстрее, как для меня, да, но это не значит, абсолютно не значит, что на этой платформе нельзя зарабатывать деньги. То есть, есть где-то, можете найти, что в прошлом году торговал на такионе, ой, на ROX. Причем это даже был, по-моему, март, межсчетный период, там, просто было две ситуации, в которых удалось заработать. Вот и все. Просто были движения, скажем так, и была понятная ситуация, по-моему, две отчетных акции. Тоже не вспомню, какие. Вот, естественно, у меня на соседнем мониторе тоже будут маркетмейкеры и графики, да, и если у вас неожиданно здесь появятся позиции, то я буду говорить, где открываю, потому что, ну, это два окна мне очень мало, я вообще не знаю, кто мучиться, торгует на одном мониторе, ROX довольно-таки громоздкий, и все вместить на один монитор довольно-таки тяжело. Вот, поэтому у меня старая добрая линковка, то есть создадим такие же условия, как у вас сегодня, у меня старая добрая линковка через THC, ну, и, как всегда, все. Да, то есть идет подвязка у меня тут вот этого графика и вот этого маркетмейкера. Пока я вижу Twitter, Twitter мне нравится, ну, для примера, давайте, да, 200 шерс, не знаю, кто-то увидит. Я поставлю, но посмотрим, как будет к открытию. Опять же, мне тут такой вот момент, да, то есть с коротким риском, есть какой-то определенный запас, да, то есть вот так вот он смещается. Ну, если до 50 где-то, да, там какой у нас хай где-то, 50-52 нас смогут укрыть, то я хочу в этой позиции быть. Если будет сейчас со старта, не со старта, даже перед Open выходить выше 350, я, скорее всего, OPG просто отменю. Ставится вот так вот, количество шерс, маркет, nice, MKT должен быть, не лимит, OPG здесь важно выбрать, OPG, нажать sell. И вот появится этот ордер. Да, и когда вы, ну, если находитесь на ROX, вы можете уже заранее, да, там плюс-минус понимать, пальчиками потом подставлять, да, не забывать буковку S, не И, потому что на русской клавиатуре это И, С, и, и если вы, пусть здесь, или не будет S, нажав эту кнопку, вы сразу же покроете позицию. Естественно, если эта цифра будет выше, чем у оффера. То есть вот такой вот момент, ну, поскольку мы, Twitter у нас со старта будет статичен, да, пусть он будет вот здесь. Потому что у нас здесь будет линковка. Такс. FireEye у нас есть, ну, вот такой вот у нас FireEye, да. Напоминаю, что у него есть вот этот вот момент SSR, yes. Так, и 27-я минута. Вам сейчас нужно смотреть pre-market. Ну, если это не то, есть его ничего, нет, baby ничего. Кей. Спред у нас чуть раздвинулся. И отчет из CRB большой очень. Ну, он классно смотрится, но тут, понимаете, да, рука дернется и будет еще непросто. Матфтал. Много уже прошел на самом деле, но есть цифра 14.80. Если пойдет молотилка, да, пойдем на 15, будет интересно. Но вот QNST мне, кстати, не менее нравится. Давайте заодно, кстати, всегда нужно смотреть, шортабл или не шортабл. К сожалению, QNST на ROXIE не шортабл. Такой вот у нас подарок сразу же. QRVO на отдельный график я себе поставлю. QNST 928. То есть, да, опыт предыдущих дней не говорит, что со старта, особенно когда нет явных моментов, лучше, ну, не спешить, как минимум, да, весь array. Вот у нас вот такой вот весь array. Истинно, что там, конечно, спред будет соответствующий. Ну, матфтал мне нравится, честно скажу. И я его... Так, твиттер, не спеши. Матфтал. Так, 929. На соседнем мониторе у меня будет FireA. Если будет 16 бит, я буду пытаться на аптеке зайти. Не буду пытаться. Все очень просто. Так, матфтал. Здесь у нас матфтал. Открытие. Так, не понял. А я убрал, да? Ну, молодец, ничего. 50, твиттер. Так, матфтал у нас пробил и ничего не сделал дальше. Фейковое пробитие. Так. FireAce смотрим. Твиттер вообще вверх погнал. 14.80 матфтал. Держит неплохо. Кстати. Не хотят пока. Ну, то есть, не пробивая, да? То есть, вы можете попробовать. Надо выходить сразу. Суть в том, что если вы пробили, да, то... Могли сразу же на 90 поставить. Ну, вот, подходим опять. FireAce, кстати, стоит 16.4 на 16.15. Жду пробития 14.80. И рассчитываю на какой-то импульс. Вот, сразу на 74 я буду выходить, если что. Ого. Так. Другое дело уже. Стоп можно переставлять там плюс-минус. Так. Частично покрываемся 100 шерст. И вторая у нас позиция должна быть. Ну, плюс-минус, если сейчас он быстро пройдет вниз. Чтобы, как минимум, тогда выйти в свои деньгах. Первоначальный стоп не забываем. Ой. Пошел, да, момент. Хай был 44. Очень плохо, что мы так резко отскочили. Очень резко. Так, FireAce. Смотрите, за Fire'ом там он начинает по чуть-чуть подходить. Что такое? Чем мне Fire'а не дает. Вот не очень будет хорошо, если Mattel это все. Потому что получится, что полпоинта не забрали. А мы не могли, в принципе, забрать, да, по-хорошему. Так, а 100 шерст я только, да, заходил по 84. Так, с горячими кнопками разобраться, я думал, что 200. С непривычки просто у меня получается, что на Такеоне чуть по-другому кнопки настроены. Ну, не проблема. Главное, что схематически вы поняли, что я делаю. Это самая главная задача сейчас. Так, дальше. FireAce. Начинает подходить по чуть-чуть. Ну, Mattel хорош, да, был импульс. Шикарный. Вот так вот и выглядит у нас. Matt тем временем пробил, кстати, да, кто стоп сразу за 15 поставил, его уже нет. Будем смотреть, если будет здесь держать, то нужно... Да, я не знаю, конечно, на Такеоне утром это одно удовольствие торговать, кавычка. Ой, на Роксе. Twitter вот такую штуку сделал, да, и отменил. И, в принципе, вышло лучшим образом. USAT. Выходит в другую сторону. VSTO вчерашний. Вот так вот у нас VSTO. В основном без объема просто вот так вот прошло, потому что объем, я вижу, там вообще 8000, да? А, нет. Олью 23800. Ну, надеюсь, в мате кто-то еще до сих пор сумел остаться, да, кто заходил. Я перепутал просто с F3, с F4 и зашел. Слушай, да, ну-то на Роксе чаще практиковаться. Так, дальше смотрим. CLF попрыгал вверх, причем еще не быстро это сделано. Сначала он вышел ниже, потом пошел импульс. Вот есть какие-то импульсы, это хорошо. А VCR видел я, что подходил к 30, но он такой сквиз сделал до 30,5. Вот это что, я чуть-чуть. Так. FireRate по чуть-чуть, ну, со стартовой какой-то позиции. Ну, я зашел в 100 шерц. Со стопом где-то в 11. Ну, так, да? Как Алейсон, он говорит, разведчика пустить. Вот если будем пробивать, чтобы уже быть в позиции, да? Потому что могут уже не дать. Вернее, можно получить плохую. Маттл хорош, Маттл пробил 15,50. Ну, то есть стартовая точка у меня была просто шикарная. Ну, так вот уже смотреть, да? Потом эти, конечно, моменты будем анализировать. Ну, с VCR, вы будьте осторожны, посмотрите, да? Лучше вы пока в сторону отложите. Скетчер. Скетчер тоже широко гуляет, но пока она мне интересен. QRVO я, наверное, да? А, нет, это тот, который шорта был. Так, FireRate. По чуть-чуть, по чуть-чуть, да? Но начинаем мы что-то там выдумывать. Но тут нужно понимать, что 16 может быть очень крепкая, и объем сразу же здесь большой набирать, это будет ошибкой, поскольку можно сейчас попасть под сквиз какой-то вообще легко. Не такой, как вчера был в грабе, но тоже какой-то неприятный. Так, FireRate у нас есть. USIT. VSTO. ВSTO идет, наверное, без особых шансов, да? Получить на аптеке. Если нет объема вот такого. K. K это все непросто. То есть, по минуткам видно, что тут очень широко это все делает. То есть, нужно сразу же, когда вы утром свои моменты просматриваете, видеть в Сербии. То есть, насколько широко так выходит. Есть ли вот какие-то вот такие вот цифры, которые 2-3 минуты задерживаются, да? Особенно на аптеке они часто. Но сербионы очень тонкие, да? Вот мы могли сейчас видеть, что... Так, этот момент не нравится. Только никто не дает. Или дали мне? Дали. По 20. Спред расширили. Это, конечно, не очень хорошо. Да, то есть, если у меня выходить в маркет, то я выйду даже в минусе. А бит уже вот здесь. 0.3. Стоп. Я поставил 30. Не пробили. 31. Вот. Так, FRA пока не хочет. Мне нужно теперь, чтобы вот эти вот ребята ниже становились. Пробьем вот это. Вот, это хорошо очень. Можно поставить 26 свой стоп. Уже нужно быть к этому готовым сразу же. Пробили. Ставим 26. 81. Прекрасно. Сейчас, если будем видеть плотный оффер, который будет... О, вот он. За него можно прятаться вот так вот. 82. У меня кнопка настроена. Плюс 1 к офферу. И нас либо сейчас выбивают, либо мы 80 проходим. И еще это может центов 20-30. Просто на холостых оборотах пройти. Но меня выбили. По 82. Ну, я не против. То есть, по сути, пока что на данный момент я вышел в лоу. Есть перспектива, что пробьют 80 и пойдут ниже, но я до нее пока не дохожу. Вот видим, да? То есть, почему я принял такое решение. Потому что сейчас ударят, грубо говоря, в 99. И если пробьют фигуры, то можно и в свою цену выйти. Но 80 мы помним. Но сразу могу сказать, если вы сейчас будете пытаться заходить 22.80, то рассчитывайте там чуть ли не в 23 сидеть, находиться. Потому что короткий стоп может не пройти. Они будут пытаться еще раз. Я не исключаю, что они пробьют. Как потом пойдут? Не знаю. Блин, маттель, конечно. Ну, красота. Маттел, да? Фаера я на отдельный график. То есть, я уже про него можно забыть. Я не думаю, что я досидел бы до вот этих 16, честно говорю. Но вторые ста-шерс до вот этого момента я бы просидел 100%. Ну, моя проблема, что я в кнопках не разобрался. Прошли, да? 80, вот мы видим сразу же, как уходит бит. Ну и тут может пойти хорошее движение. Как минимум до 50. Иногда, когда вот по факту он смотрит, что выходишь, а потом якобы еще проходит 20-30 центов, когда это в тонких акциях, об этом думать нечего. Потому что, видите, прошли 80, да? Но бывает такое, что вот проходят, видели, да, 73-70. Могут потом просто унести вас... Если стак плотный, да, то вот как я сейчас поставил стоп за оффер, не нужно ставить. Потому что там, скорее бы, был бы откат не такой большой. Так, видите, он уже 22.50 поставил оффер. То есть, таких акций, как CRB, если вы заходите, то там буквально минута, утром полторы должно проходить, после чего он должен идти. Потому что, если он не пойдет, то великое вероятное, что вас просто выкину. Ну, сейчас поинт пройдет с моей точки. Дальше. FireEye я про него помню, но там ничего не происходит. И дальше, смотрите, есть и выходит на лыше. Есть и о... Недолго музыка играла, но вот такой вот интересный момент, кстати. Очень неплохой стоп может быть. Это я, конечно, маркетами горячусь. Путаю кнопки страшно, конечно, с такионом. Тут не может быть длинного стопа какого-то. Сразу должен быть выход. Кстати, когда вы висите с возможностью получить позицию, да, вы можете заранее даже на 100 шерст больше поставить, если вы там маркет отправляете, либо запасом. Потому что если я сейчас пробью 78, сразу же дадут второй лот, и не нужно забывать, что сразу лучше поставить. Я пытаюсь зайти, вот с запасом я ставлю 72, то есть не хуже 72. То есть 72 я хочу получить, второй из 100 шерст. Это можно делать так, да, то есть вы можете выбирать какой-то маршрут, неважно, потом 2, 3, 5 центов, сколько вы хотите получить и нажимать sell. Но у меня для этого игре щеклая 6. Но не дают, да. То есть вот начинает идти. Причем 100 мне дали марки, там я влупил по 70, сколько? По 77, кстати. Так, 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 а вы молчите. FireA. Фигура. 16. Я хочу по 15.95 взять, и общий стоп все равно мой будет 16.11. Ну то есть если мы пробьем, это может быть на полдня, она может потихоньку, методично, учительно, пытаться выходить FireA. Вот он. Все равно стоп здесь должен быть. И не дает, да? Вот не дает и все. Вот почему, наверное, я зашел заранее, то есть я не побоялся потерять на 100 шерст там 8 долларов или сколько. А сейчас я хочу позицию как-то свою увеличивать, но не дали, да? Не дали ничего. Делаю тогда так, да? То есть буду рассчитывать, что будет возвращаться под фигуру, и не дадут позицию. До комплекту, если имеется в виду. Вот в плотных акциях, да, вот проблема Opticrow, она такая, видите, когда приходит вот этот вот. Человек, и самое интересное, ну как ни парадоксально, очень часто именно в таких моментах, ну когда ниже, конечно, 16, я не рискал больше, суть-то не в деньгах, суть на самом деле, чтобы вы понимали, как действовать, неважно 100 шерст или много, да? Суть в том, что... И не дает же, что по сути, да? Может где-то здесь дали на Opticrow. Жадные? ECN Nice для стаков Nice. Вы можете в парке запустить OPG, но вы не отмените его потом. Вестио тоже не дает 200 шерст. Ну и маркет, конечно, тут я не знаю, насколько он помогает именно отчетным акциям, помогает ли вообще. Так, в АРА на отдельном у меня мониторе. 1583. Но я его смотрю довольно-таки... О, спасибо, Вестио. Вестио нас выбило. Дали по 76, и по моему 100-портеру 82 исполнены. Это, кстати, не самый лучший выход. Не самый худший, вернее, да. Только 11 долларов. Так, смотрим далее. Файрэй понятно. И с этим, видимо, сегодня дохлый номер будет, скорее всего. Так это все выглядит. Бэйби. Ох, объема у Бэйби сколько? 13 тысяч. Ну, пока не созрел. Как можно жить без линковки? Прямой. Так, Кей, тоже я пока исключаю. CRB. То есть вышел я здесь, да, ну и... Самые вкусные моменты, да, когда начинает собирать. Но неплохо он держит. Тут range 20 центов. Вот такой вот. Да, всегда есть какие-то сомнения, когда на лоу дня находишься, да, и когда какая-то цифра вырисовывается. Ну, пробьют ли я. То есть тут, если вы заходите в 35, то стоп нужно держать 51, а если пробьют 51, в таком стаке, как CRB, то выйдите вы в 60. Поэтому нужно понимать, готов я ли вот так вот рискнуть ради такого дела. FireRace сейчас добавляться я не вижу никакого смысла. Я лучше на 100% выйду ниже, чем... Сейчас разбавлю, он, допустим, пойдет к 16. Разбавлю, это имеется в виду... Добавлюсь, да, на птикруле, если мне дадут, а мне, скорее всего, дадут. Вот здесь вот уже где-то. И, соответственно, моя средняя будет не очень. Ну, вот 50, да, сейчас посмотрим, если 50 пробьет, где будет следующий принт. Просто интересно. А его, наверное, будут пробивать. Вот тут вот на птике можете получать, кстати, если хотите, но проблема... Так, у меня таки он потух, я его выключил, да. 50 сколько? 58 где-то вы вышли в лучшем случае. Вот принты, да. Поэтому, да, понимаете, вы уходите в 35, вы уходите в 58. 23 цента на 100 шар стеряйте. Маркет у нас веселится тем временем. Была сейчас возможность добавки FireAce, но я и не пытался воспользоваться, честно говоря. Мне неинтересен был такой момент. Если бы это было 94, до 90 я согласен на такие моменты. Дальше смотрим, давайте, чтобы не залипать. QRVIO 20.35, ну тут, конечно, тоже будет тяжело. Это 50 центов. Sketchers что у нас утром делает? С верхней границы у нас вот нашел вот эту зону, которая была по 33, да, и с широкими такими свечками выходит ниже. Тяжелый трейд бы был. CLF откатился и ничего. Маттель у нас 15.50 застыл. Ну, в Маттеле все было пока что, по моему мнению. То есть нужно уже ждать, наверное, начало 11.10.30 и смотреть, будет ли он здесь это держать, чтобы мы думали о каких-то дальнейших перспективах при такой дневке. И как я зашел в 100 shares в Маттелл. Ну, вот такая вот ситуация пока что. И если вы видите, что ваши стаки, да, которые вы там выбрали, ну, в Сербии мы знаем, да, там вот этот вот момент, что можно пытаться ловить, не рассчитывая, что это разворот, да, стоп у нас понятный где-то 61, но сейчас при таком спреде тяжело будет взять позицию. Видели, когда я, да, запускал, там было 25, 23.25 на 26. Я давал запас, да, мне дали 23.20. То есть я на 5 центов ниже беда. Очень важно в таких акциях тонких удостовериться, что вы поставите ниже именно этого беда, потому что бывает такое, что они бит убирают, и вы ставите ниже еще того беда, который может быть ниже на 20 центов, и получаете очень плохую цену, за этим нужно следить. В Кати там 9, что 9, Кати меня безумно радует с позиции среднесрочного момента. Ну, 9. Ну, 9, Квариан, кстати, да. Конечно, он уже прошвырнулся, это он полпоинта, да, так прошел и вернул. Потому что прям какой-то лот, а так его и нет. Ну, как ни крути, 8.90 нужно будет держать. То есть можно дождаться пробития, что они все-таки закрепятся. Хотя пробития пока что нет, да, мы видим. Так, CRB, а ну-ка мы сужаемся, это неплохо. Так, погружаться будет у нас. Мы сужаемся и периодически сквизуем вот эти вот зоны, да. Видим, да, да с каким мы доходим в Кати, до 92, да. Я бы тут и не шортил бы, и вот про лонг я сказал, то есть пока ситуация такая. Файрай у нас не может до 80 дойти. Так, лоу тут у нас в карбе 35, да. Всегда пытайтесь отбрасывать, особенно утром, когда у вас особо нету времени, ситуации, которые кажутся вам, ну, это так, для вас я сейчас ее держу, которые кажутся двуполярными, да, то есть потому что у вас нет времени, потому что у вас много акций, особенно в отчеты. Мат хорошо, 15.50 пошел, 30 центов уже. У вас нету времени рассуждать, что там, а что тут, вот как, вот, а если. То есть нужно принимать решение, то есть вы щелкаете вот эти акции, которые выбрали основные, должно быть моменты, в принципе, практически сразу же зайти. Либо дожидаться какого-то вот микромомента, да, какой-то подсказки. И сквиз просится на самом деле в этой вот моменте, да, то есть получается у меня уже начинается двойной момент, да, и с другой стороны 35, да, тут какие у нас перспективы, да, 22 где-то. Время смотрим, да, 9.55 еще тоже нужно тут учитывать момент. Мне кажется, что пробивает 51, нет? Ну, кто-то поставил один лот по 49. Ну, это может. Ну, да, выбили причем. Ой, как выбили, нехорошо. По 63. Нормальный сквиз, да? Можно сказать, нечего, очень даже фортануло. Вот прелесть дешевых акций. Вот говорю дешевых, малообъемных стаков сами по себе, да. Кстати, с такой точки могут и вниз пойти, но тут заходить очень хороший такой сквиз, добренький. 70 центов, 63 выход. Спасибо, что могу сказать. Идем дальше. FireRey у нас начинает выходить на 5 минутки. Это вот так вот выглядит. То есть мы находимся ниже, чем 16, и это очень здорово. Ну, да, теперь нужно какой-то здесь дожидаться каких-то границ, выше которых будет не пускать, и там свою позицию увеличивать. То есть я его смотрю исключительно так, что здесь набрать от 16, и у него перспективы. То есть он может дать 50 центов. Ну, 15-50, это реально, скажем так. Так, 10 утра, это важная такая точка. Весь тел пошел вообще в другом направлении. Baby очень тонкий, чтобы вообще сейчас ему придавать значение. Carp. Может быть потом. То есть то, что нас там выбили со сквизом, это значит, что в следующий раз нас так не выбьет. Вернее, выбьет вообще. Mattel. Пока из того, что мы выбрали, это был лучший момент. QNST. С боями проходит 15. Помните, да, это он. QNST, кстати, тоже нужно смотреть. Однозначно. QRVO. Что это у нас здесь? Ничего. Skaters. Селых. Вот такой вот момент, и мы пришли к 10 утра, получается. Сону я вчера, вернее, сегодня исключил, потому что что-то мне не нравилось. Но, возможно, она с утра может что-то и сделала интересное. Возможно, вы и здесь говорили, да, но мы никуда не вышли. Сону на 15-ти выглядит вот так вот. Это важный момент вчерашний low 10.50. Ну, нужно понимать историю, да, то есть она со старта с 10.80 практически пошла вниз. Ну, что для нее может быть, кстати, много. Но это вариант сону, то есть мы себе выпишем. Вкратце смотрим, что отчеты, которые я показывал, да, в которых даже, можно сказать, не было примаркета, что в них получилось. То есть FireRate идет к 16. Ну. То есть я параллельно высмотрю. Кати у нас очень глубоко пошел, только для своей цены, да, в 83 и опять возвращается в девятки. Я бы сейчас не стремился ее пробивать. Так, ну, FireRate буду ждать момент для добавления. Конечно, может меня и выбить пойти. Здесь все возможно. Наша жизнь. То есть я до сих пор нахожусь здесь. То есть при входе, во сколько я вошел, в 0.4, да? Стоп. 11 это 7 долларов, но это вообще ничего. А позицию здесь можно развить очень большую. Но чем выше будет он, тем лучше, конечно. Смотрим, что у нас там утром происходило. Акба. Спасибо. Альны ничего. Ленвай. Перес ничего. Сербия, мы знаем тебя. ДПХ, ничего. ДХС. Это дневка в ДХС. Такая вот. Ну, прижатенький такой, интересный товарищ. Единственное, что не нравится, что он сверху. КН. Гэп. По сути, такой. И не гэп, да. Ну, мне эта фигура ни о чем не говорит при такой ситуации. Ничего не понятно. Скорее, кстати, выход выше. Единственное, что посмотрите на это неподобство. 15,92 на 16, почему спрэк такой? Потому что объем 21000. Ну, допустим, посмотрим мы еще тебя. НВИДИА. Ну, НВИДИА не отчет, да. То есть, это не отчет точно. Не было отчета. КНСТ. Он у нас в списке. Кью РВО. А КНСТ у нас не шорт был, да? Да. Его можно не смотреть. Если у вас только один ROX. СГИН. Ну, СГИН нужно приготовиться, да? Что могут быть вот такие вот свечи по 50 центов. По 30, по 40. А так он, конечно, интересно идет. Как для своей конъюнктуры. А СВИН. Ну, не так все плохо, как я думал, кстати. Ну, вот такой вот момент. Но спрэк 65 на 88. Обязываю. Да, ТТС. Ходит на отчеты, может ходить на отчеты. Такая вот дневка у нас. Но я бы его смотрел на продолжение вверх все-таки. ВПС сегодня. Ну, все он отдал в те дни. ВСРА. 30 тут, конечно, серьезная цифра у него. РНС. Вот это вот интересно. Но я помню, да? Он говорил, что он где-то как-то открывался здесь. Но это непонятно. И он потенциал уже свой исполнил. То есть, если у него силы на другие действия, как раз в 10 утра, сейчас, скорее всего, будет остановка. Фейерей так стоит, что фигуру сейчас пробьет. Но, может, это будет к лучшему, на самом деле, чтобы он собрал вот эти все короткие стопы, которые там по 16.01 стоят, по 16.02. Но он может и на 16.11 пойти, на самом деле. Такое тоже возможно. То есть, вам нужно и мне с вами дождаться, допустим, такого момента. И уже какое-то недобитие должно быть. То есть, потихоньку мы как-то должны вниз спускаться. А сейчас мы, наоборот, прессингуем. То есть, мы сейчас, вот, если это, например, смотреть, да, то это, ну, не шорт какая-то, а модель. Мы-то глобально понимаем ситуацию, да, мы знаем вот этот вот момент. Мы знаем, что это важная цифра 16. Мы хотим, чтобы мы нырнули ниже, да. Но при этом нужно понимать, что тут, может, позицию собрали на лунг. То есть, карты еще никто не раскрыл. CLF. Кати. Сколько он душ погубил, наверное. Ну, от пробития, да, девятки. Хорошая у него голевая чутья, только включил, сразу пробили. Что будем делать? Откатываться опять к девяти, да? Или пойдем на новый хай со старта. Вот Кати, это претендент, что сегодня у нас, он что-то сформирует. Ну, Денис, я думаю, может рассказать вам. И будет какая-то хорошая проторговка выхода. Но пока я вижу, что он настроен сегодня все-таки выше. По-хорошему нам нужно, чтобы он сейчас какую-то зону создал новую. Это может быть в районе хай дня, либо девяти долларов. Чтобы от нее можно было хорошо собрать вот эту вот всю штуку. Мы видим, да, если стоп-лимит, она, скорее всего, кто-то ставил 9.05, да? Может 9.04 сработал. Ну, стоп-плотный, может, даже и лучше. Там видно было пробитие. О, что? Не 0-1 давали, скорее всего. FireRace 16 пробил, ну и хорошо. Так, Кати на отдельный чарт вам нужно ставить, да? Если вы хотите это у вас усмотреть, нужно, чтобы он укрепился выше девяти. GT как раз следующее идет. Ну, GT уже много, на самом деле, сделал для себя. Пришел вот в эту вот зону, и тут, ну, непонятно, что может быть. Может, ничего. Пока что. Так, PCG я удалял, мне не нужен. PCX. Кстати, нефтяные стаки отчетные не так плохо находят, да? MPC вы могли видеть. Ходят широко, но ходят. Так, и давайте те, которые со вчера там что-то начали делать или нет, с позавчера. Орло. Ну, пока ничего. CLX со старта пробил 7.50, но никуда не вошел. FireRace знаем. Triple V. Что там формирует, что-то нет? Нет, пока ничего. Но там, кстати, есть зона у Triple V. Вот это вот, да? Вот, он пока выше не находится. FireRace потихоньку идет выше, что не очень хорошо. То, что он потихоньку идет методично, это, конечно, не есть плюс. ADNT вчерашний. 17.50. Затрудняюсь я, на самом деле, сказать. Вот этот вот момент, что он вчера так возвращал. Может быть, сейчас он только зоны будет для лонга искать. Вот таких вот зонах поддержек, выговорил, да? И нужно смотреть. Но он резкий. Посмотрите, вот эта вот минутка свечки. 55 low, 74 high. И опять на low возвращается. Последить стоит. HBI. Ничего. TPR. TPR сегодня выше выходит. Кстати, неплохо. 7.34 сейчас смотрим. Может, TPR, кстати, будет возвращаться. Единственное, что, по-моему, у него SSR. Да, поэтому... Вот хорошая зона. 33.90, 34. Для лонга. То есть, что акция вот так вот выходит 7.0 центов, а очень часто люди бросают такие ситуации, а потом смотрят, допустим... Ну, бывает, улетает, конечно, это может быть уже все. Но там через 15-20 минут включаешь, а он уже здесь находится. Поэтому я бы не торопился его списывать. Твиттер у нас все-таки вышел окольными путями, очень такими дикими, но вышел вниз с таким сквизом. А весь его нет объема. Что вчерашнее BTU? BTU от 30, да, вот у нас сегодня. Ну, правда, зазор был 20 центов, да, то есть, это нужно было лимитоваться. BTU тоже сегодня ходит. Бэйби. Ну, Бэйби, я говорил, нет объема пока что. Может, придет. Сента. Сента технически неплохо выглядит. Очень. Ну, на лодня ее брать не нужно, конечно. Но сента тоненькая и может, вот видите, самое лучшее пробитие, которое может быть, когда вы сидите в шорт, да, 28, следующий принт у нас 85. Шикарно. Соно. Соно, вы кричали, да? Вот он, есть. Ну, он, кстати, not bad. Not bad, очень короткий момент, 54 максимум. Low Trouble 51. Мы находимся сейчас ниже. Без проблем дает маркетами даже. Так, FireA. Ну, что-то вот уже начинается. Может быть. Тут очень все коротко. Просто если сквизанет, лучше потом в Соно перезайти, чем давать какой-то широкий стоп. Я просто не совсем понимаю, куда он может пойти, если он пробьет 54. То есть это может быть и 67. А 20 центов такой акции давать, ну, low у нас 45. Так, F, E, Y, E. Если я здесь добавлюсь, то средний я особо не подвину, да? И риск будет центов 20 все равно. Ну, давай пробовать. То есть 10-10 уже. Есть у нас вот такой вот high, который до 10 даже не дошел. Это приятно. Ну, и нужно. Теперь ждать, будут ли давать. То есть я не исключаю, что мы пойдем еще выше 16. Но если мы не пойдем, я хочу все-таки быть уже чуть другой позицией здесь. Коти, кстати, пробил 9. Это так, для справки. Вот как это выглядело. Прошел аж до 9.15, но бил уже 8.92. То есть пока что полнейшая нестабильность в этой акции и как-то на нее что-то там рассчитывать вообще нет смысла. Вот какой-то сейчас конкретный момент брать. Сону я выставил себе на соседний монитор. Так, ну, F, E, давай ты как-то будешь все-таки позицию давать. Странно, почему маркетом прошла лимитом. 95 не дали и моя средняя, ну, по сути, 16. 15.99.51. А стоп тот же. Теперь я хотел бы от него увидеть, чтобы он, то бишь, F, R, да, начал здесь как-то недостреливать. Сону, кстати, пока не выходит, но мы понимали, на что мы идем. Почему у меня вот и вот 9.36, первый стоп, второй стоп 10.12 я поставил. Два стопа по 100, да. Может уж и так. Сумма-то равна позиции. Если бы у меня была бы третья акция какая-то, было бы не очень хорошо. Так, пум-пум-пум, BTU начинает хулиганить. У нас рынок пробивает, кстати, ниже. Маркет наконец-то начал давать какие-то у нас отрицательные деньки. И, кстати, от этого, ну, по моему мнению, стали лучше стаки ходить. Такой вот парадокс. И уже начинаем баловаться. Ну, что я имею в виду, вот у нас Mattel, да, допустим, стоял, тут вроде как держал 15.50, и вот видим. Сквизик такой, да, на 18 центов. Попробуй. То есть, это абсолютно, то есть, непонятный момент, да, сколько он здесь может пройти. То есть, даже здесь начинает ловить. То есть, начинает падать объем, в отличие от утреннего, и уже начинает баловаться, то есть, творить там вот эти вот нехорошие вот эти вот моменты. Но нужно понимать. Так, вести он, наверное, мы с тобой попрощаемся. Что это? Ну, карп. Помним, да, то есть, насколько это опасный стак, да, то есть, я как человек, побывавший в этом сквизе, благо я вышел 60, сколько тут? 3. На себе я вам показал, что это за акция такая. конечно, приятно, когда ты попадаешь вот в этот момент. Да, зашкодил я вообще неплохо здесь. Так, ну, ударили, да, мы по FIRAE 15.90, до лоу дня у нас еще, вот так вот методично. То есть, что я хочу? Я хочу, чтобы он дальше возвращался к 16, и что вот эта вот зона потихонечку начинала смещаться. То есть, у меня потом будет задача еще добавляться, возможно, потом, даже когда мы, если мы прижмем, да, это все в разрезе вероятностей. Именно так мы мыслим в трейдинге, да, будем выходить вниз, и нужно будет сформировать уже такой средний, чтобы когда там будет 15.85, 15.80, по-хорошему, чтобы у вас была та позиция, которую вот вы хотите. и общий стоп, самый такой это будет, вот, 0.6, да, потом, а если мы пробьем лоу дня, то, ну, 16.02, это вот ваш вот этот вот момент, который должен быть. Ну, и потом это все дело нужно высиживать. И если дойдем до четверти, то там уже вы вправе, я не знаю, половину сбросить. Потому что FIRAE вряд ли будет той акции, если он пойдет, опять же, если прям будет долларами падать. Но это только нужен какой-то корпоратив. Имеется в виду не праздник, да, а имеется в виду корпоративная новость какая-то, должна быть нехорошая. Так, Соно у нас в мертвой линии стал, и я там оказался, но ничего страшного. Так, Карби пока вот такая вот ситуация. 16 у нас лоу, но стак отпрыгивает вот у нас на 27, на 29 даже я могу. А ну, давай 29 пробей, и сразу будет 35. Ну, понимаете, да, все, прелесть данной ситуации. То есть, если пробить 15 дней, можно выйти. Рынок у нас пытается, кстати, Маттал уже потерял свою былую мощь, и уже начинает там 15-30, что не очень хорошо, потому что не очень понятно, что теперь с ним делать. Скеттерс очень широко ходит, и опять он пришел к вот этой вот зоне, но, исходя из того, что это гэпап, нас сейчас могут, по-хорошему здесь нужно шортить, вот лимит, лимитоваться, но, если бы это был гэпап, ой, гэпдаун, а так мы знаем, как нас могут, да, вот так вот подвести на грешное дело, и, но в шорт он еще может ходить даже там до 50, даже ниже, поэтому, иногда по чуть-чуть скрипировать тоже, это оправдано, если вообще ничего нет, если больше вам не за чем следить, абсолютно. Так, Соно, Соно меня выбил, и выбило меня очень-очень, как для своей цены, некрасиво, неприятно, выбил аж 57, основная часть 59, ну вот такой вот, то есть, сразу же сигнал, то есть, я побывал уже, получается, ну, весь ТО я не буду рассматривать, то есть, это абсолютно экспериментальный момент был, а в Карби, в Соно, и меня вот этими сквизами начали убивать, это говорит о том, что нужно что-то, заканчивать, в плане каких-то вот, проторговок, где нет какого-то импульса, и нету четкой ситуации, то есть, сразу нужно от рынка получить сигнал, и не делать то, что у нас деньги забирает, то есть, вот такая вот штука, да, вот такие вот проторговочки, сейчас, которые якобы, да, очень вроде неплохо смотрятся, мы видим, чем это заканчивается, момент раз, момент два, то есть, два раза я попал, ну, в хорошие сквизы, и это, мне достаточно понимать, что, я сигналы хорошо ловлю на самом деле, что лучше так не делать, то есть, надо как-то, что-то другой ключ искать, это может быть, а, перерыв, б, то есть, полный ресерч, каких-то акций, которые у тебя есть, да, то есть, имеется в виду, отчеты, да, более широкий список за сегодня посмотреть, да, и так мы, собственно, сейчас и сделаем, так, ну, и заодно, простимся с теми, кто, ну, вообще, просто, не в понятном состоянии находится, не в понятной точке, не в понятной точке, так, 15 нужно смотреть, чтобы видеть, насколько мы выходим, за там, за вчерашние дни и так далее, если что-то, более-менее вас интересует, вы должны приблизить ситуацию, 15-минутным чартом, то есть, сейчас, ну, то, что я вижу, происходит, из такой позиции можно хорошо в лунг опять пойти, BRS, вот так вот, карп с этой точки, да, опять же, можно было здесь пробовать эти 16 заходить, чуть заранее, ну, и увидим, что нас бы отстопили, так, FireRay, уже неплохо, да, то есть, вот, это как выглядит, мы начинаем, думаете, я скажу, КВН нет, но, КВН начал на CRB, когда на 70 центов, пустил сквейс, начинаем по чуть-чуть, так, по чуть-чуть, и в целом, в районе 95-96, если мы сейчас будем, возвращаться, можно пробовать лимитоваться, DBX, DBX, помним КН, да, ну, вот такая вот ситуация, пробил 16, вернулся, КТ ваш любимый, вот он, пытливый, он хочет зайти в шорт, потому что очень короткий стоп, 9-0-1, но мы-то знаем, что, ой, не факт, да, если вы хотите в лонг, смотри, да, то вам нужно пробить, 9-ки, и стоять где-то на 89, но именно так конъюнктура может рисовать ситуацию, 91-91, вот, ну и там разные потенциалы, 9-15, 9-22, но хорош, очень хорош, очень хорошо, что он с этой штуки может, может, выходит, нам-то нужен момент интродэя сегодня, дальше, MATL, MATL уже, MATL все сделал утром, на самом деле, NVIDIA исключаем, QNST у нас, не шортабл, Curveo вышел выше, SGEN, хороший гип-дал, но это не точка входа абсолютно, то есть, тут 3-15, ради вот этого отрезка, сомнительное удовольствие, поэтому не нужно, FireEye пока у нас вот так вот, да, в 15-минутном чарте, очень, кстати, неплохо это все пока что смотрится, ну, то есть, то, что мы находимся ниже 16, тоже хорошо, SGEN, смотрели, Sketchers, выходит вниз таки, да, с вот этих вот зон, но при такой дневке он выходит, так, но пока он еще никуда не вышел, на самом деле, пытается выйти, SYN, думаю, лучше его не рассматривать при таких вот моментах, TDC, TDC мы здесь, да, где-то смотрели, он выходит у нас выше, COTI, причем без особого объема, да, это как-то все, что пытаются, да, тут тоже какие-то есть деятели, которые тут тушат все это дело, скорее всего, это просто те, кто продается, набирав, я не знаю, делал какие-нибудь Everage Down и так далее, собрав какую-то среднюю, там, может, даже 750, но очень, но очень много shares, да, и таким образом, вот, пытается что-то собрать, забрать, вернее, деньги, скажем так, обналичить, так, мне дали по 96, ну, и 100 где-то уже должен чуть смещаться, да, он должен где-то порядка 15, если мы говорим, мы сейчас, вот это исключительно такой позиционный трейд, то есть, те вещи, когда я там рассчитываю, ну, не импульс торговли, да, а находиться в позиции, там, длительное время, назовем это так, длительное время, это у меня, от часа и далее, ну, то есть, час уже прошел, да, FireRain никуда не выходит, вот, но я методично пытаюсь это все собрать, эту среднюю, обидно бывает, когда несколько часов это собираешь, и потом сквиз какой-то получается, да, и вас выносят, но а по-другому такие вещи не торгуются, то есть, это не импульс, позиционный момент, именно так и собираются, да, разучился уже через MarketMaker ставить эти, у вас новые версии у всех, да, не такая уже, другой Rocks, или такой же, то есть, то же самое, да, практически, Коти, в принципе, от девяточки, да, уже начинает подбирать его, правда, времени еще не очень много, это только пятая минута, два, четыре, пятая, но, почему нет, но, держите стоп, если вы хотите находиться по 89, тогда в этом есть смысл, потому что стоп за девяткой, стоп 98, непонятно будет, если пробьют 9, куда они пойдут, но, похоже, что-то формируют, мне нравится, то есть, брать по 06, по 07, при такой цене, конечно, если она потом по 9,50 будет стоить, мы все подумаем, хорошая же цена была, да, но, на самом деле, нужно же адекватно оценивать ситуацию, так, я ее, параллельно ставлю себе, буду ждать, а в файре нам уже желательно, то есть, тут он, конечно, чуть-чуть вышел за вот эту вот зону, в 98 ударил, по-хорошему, он уже должен где-то 96, 97 держать, 95 потолочек, чтобы мы уже где-то пытались лимитоваться уже потом, ну, до 90, грубо говоря, хотим это все собрать, он пока не дает такой возможности, да, то есть нужно, чтобы это все устаканилось, хорошо, дальше, чтобы было у нас больше информации, GDC, нет, ничего, VCRA нет, RNC, пошел откат, CLF нет, COT, все про него знаем, GT вышел ниже, да, вышел ниже, а что сделал свое дело, HESBRO, NICHO, HESBRO, PCX, что у нас PCX, до целей доходил свой до 92, сложно что-то сказать вчерашние орла у нас на у дня находится сегодня опять же да я не знаю она не верится абсолютно что хоть объем вот этот вот прошел который был h1 миллион надо смотреть может 370 будет неплохим моментом для шарта ой для 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 шарта я не ошибся все верно снишься сняли да все санкции уже да то есть без проблем можно шортить сел x 750 серьезная цифра у нас fire и как-то подозрительно на нас смотрит три полови выше и dnt 750 неплохо неплохо неприятно будет конечно если мы зайдем в лунг и он понесется вниз то там придется на выходе кто может и как может да но вот формируется на самом деле мне кажется зона определенная поддержки да несмотря на то что мы вчера падали ниже но мы уже практически с 11 часов делали все чтобы тут позицию собирать на лондон целый поинт прошли и я не вижу пока причин исходя из того что он таки плотно его держит что там условно до 18 дошло единственное что при пробитии 1750 и закрепление под 1750 конечно существует вероятность что идея идет такое непонятное для нас положение то есть не очень будет понятно что мы что он может уже сделать маркет ничего интересного абсолютно идентий я себе поставил буду смотреть как он себя будет вести избегая вот так вот да ну все логично да и в кавычках конечно что все логично терпи вверх твиттер твиттер очень не не очень хорошо ходит после первого получаса часа как правило то есть он должен вот этот момент вести о неплохо но объем аж нет никакого что что делать так с ним битию пошел на возврат у нас в боебе ждем объема он потихоньку кстати спускается синта сону сону вашу дальше выходит выше но мы видим либо никуда либо вверх завершающий такой еще с момент сделал файлы понятно пока не выходит и вот у нас взял я коти 200 и как обещал до 89 должен быть стоп ты на втором мониторе делаешь не думали что там что-то происходит непонятно так надо подбирать по наиболее лучшим цену понятно дело что если пробьет 9 то подумаю что 901 было не самая лучшая точка для захода для начала 902 даже мне дали но по чуть-чуть да и соберем может что-то такое меня так сербе ну все вверх да вы видите кроме мотала кота самое интересное кто утром прошел вверх идет вниз либо никуда а кто прошел утром вниз идет вверх имеется ввиду откаты делает да не то что там прям вверх идет откат кен это вообще лучше исключить потому что он тут и мозг ваш и депозит оставит о интересно вот почему мне сразу дали до по 11 а стоп то 21 как не крути я вам напоминаю этот момент поднявки то все выглядит так не очень хорошо что файрой здесь задерживается он может он даже может 16 пробивать на здоровье там бить 02 03 но он должен оттуда сразу же нырять по-хорошему вот а он так и чай 200 постоварности я готов тут добавляться если мы еще будем по чуть-чуть эту зону смещать вот например добавился опять по 11 cts конечно это нужно здоровье иметь что постоянно и оставить так коти мне не дает да еще 100 ну а фива и к сожалению пока что не показывает какого-то своего я да то есть мы видим что момент с накоплением пока что не удается на то есть он вот эти вот зоны нижние начинают подтягивать что для нас как трейдера которые для меня дает как человека который накапливает позицию шорта там системами очень хорошие так ну и вижу что в очередной раз до rnc пока что тоже не оправдывает то вот выхода да все это пока что естественно идет на минимальных оборотах поскольку нет ясности нет ясности ситуации так просматриваем и в принципе будем закругляться потому что скоро у вас алайс разбором недели особо не меняется у нас картина как вы видите да то что мы прощалки прощалки или не так давно остается на том же уровне ну коти вот может сейчас не исполнит а по 901 далее ну как-то держим да то есть не исключая что девятку все-таки в коте пробьют но главное чтобы это был такой сквиз от которого в еще лучшую позицию все набрали то есть уже 300 давай потом на как-то уже начали выходить а все остальное да исходя из того что тут плюс-минус основной список он пока что ничего нам не приносит какого-то то есть мы болтаемся в нуле я про себя говорю и не получив того преимущества до которое можно было получить в мат или утром до за счет кривые ручники которая вместо 200 вошла 100 и не развила дальше позицию да то есть ну приходится это все проживать именно таким образом вот хорошо вот такой вот у нас момент да с платформы rocks не знаю узнали что для себя новое но кто недавно я надеюсь узнал и собственно всем хороших выходных да да и встречайте скоро вас а лызь всем спасибо 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 спасибо